Идеи, как используется бетон в судостроении? Пошли! Здравствуйте, люди мои дорогие! В рамках спецпроекта «Судостроительные заводы России» первый завод в этом году в феврале, который мы с вами посетим. Пройдемся по нему и посмотрим. Это ССК. Завод существует с 1918 года. В свое время здесь работало более 3500 человек, сейчас около 500 работает. Завод специализируется на бетонном судостроении. Также здесь в ближайшее время будут строить из металлоконструкции док для красной кузницы. Недавно здесь построили 5 земснарядов из 7 для речевод-пути по проекту КБ «Стапель». Пойдем смотреть. Айда, с нами ваша Виктория Корабеловна. Сейчас мы с вами пойдем в судо-корпусной цех. Здесь все только, смотрите, красиво оформлено. Посмотрим, как внутри ухаживают за станками. Замок, видишь? Смотри! За мной находится металл, который подготавливают к резке и сварке. При бетонном судостроении используется тоже большое количество металла. Пойдемте посмотрим, как это происходит. Мы с вами пришли в цех металлоконструкции. Здесь трудится около 35 человек. На самом деле достаточно тепло и комфортно, несмотря на то, что на улице прохладно. Значит, колесо отбойный брус, на него крепится с одной стороны кабель будет, а с другой бетонные трубы. Пойдемте посмотрим. Я узнала, что это такое. Это у нас стопор-пригруза для якорей. Пойдем дальше. Тут у нас заготовки для отбойных рам. Пойдемте дальше. За мной находятся отбойные рамы. С ручкой это кожух защиты трубопровода, а без ручки это короб защиты кабеля. Это у нас пандус, а это лежень береговой. К нему крепится штанга к причалу, чтобы была амортизация. На самом деле сложная конструкция, хотя, казалось бы, бетонное судостроение легко, а мы пока с вами только смотрим про металлические конструкции. И пойдемте уже к бетону. Помимо земснарядов и бетонного судостроения, здесь в ближайшее время будет строиться док для красной кузницы. И примерно где-то здесь он и будет закладываться. Вообще, завод изначально специализировался на строительстве доков, поэтому для них это очень приятный заказ. Например, бакинский док здесь строили и закладывали. За мной находится заготовка штанги для амортизации. Они бывают вот такие большие. Пойдемте посмотрим. Еще вот такие маленькие. Они будут крепиться на днище, и на них будут резиновые такие штучки. Подожди, стой, скажу, как называются штучки резиновые. А, ну так и будут называться резиночки. На них будут резиновые крепиться такие штуки. Кстати, резиновые штучки здесь не производят, их закупают. Молодые люди. А как у вас это называется? Это Машка? Ну ладно. Обычно название дают. Обычно дают название. Машка, Сашка. Здесь у нас кувалда. Мне сказали, что ее прям так кувалдой называют. Обычно есть какие-то имена. Видимо, мне говорить не хотят. Но в целом здесь делают вот эти кольца, которые гнут из вот этих заготовок. Пойдем дальше. Тут у нас токарный цех. Здесь есть сверлильный станок. Расточной, фрезерный, ленточный, токарный. Все это помогает туда переносить пятитонный кран-балка. Я нашла даже несколько станков, есть не работающих в ремонте. Например, нашу любимую карусель нашла с вами. Говорят, что обещают купить новые станки. Например, такой, как трубогибочный. Пойдем дальше. Это мачты для понтонов. На них крепится свет. Их можно складывать. Здесь у нас идет хранение стружки. Каждые отходы металла в разные отсеки складываются, что очень хорошо. Не на всех заводах это еще есть. Здесь так приучили, и это классно. Здесь у нас есть помещение для мастеров. Там находятся компьютеры, а также можно отдохнуть, передохнуть и посмотреть чертежи в комфортных условиях. Заходи. За мной находится бетонная мешалка до 2014 года. Значит, вот здесь это все происходило. Сейчас пойдемте покажу маленькую, насколько она меньше, компактнее и, видимо, быстрее, скорее всего. Пошли. А вот такая красивая новая конструкция. Пойдемте посмотрим, для чего здесь вообще бетон. Мы с вами пришли в заготовительную часть. Здесь у нас заготовка арматурной стали и непосредственно закладных деталей. Все это будет внутри бетона. Пойдемте посмотрим. Тот станок, который мы с вами только что видели, он называется выпрямительный. Ее вот так вот растягивают и вытягивают. Вот то, что за мной происходит, раньше делалось вручную, а теперь вот так быстренько. За мной находится матрица, на которой собирается секция. В данном случае это палубная секция. Пойдемте дальше. Вот эти деревяшечки потом уберут. Только что закрыли крышку. Важно, что процесс застывания бетона вот в таких вот конструкциях в 7 раз быстрее. Завтра уже можно будет ее использовать. После камер делают обрубку и засечку кромок. Тут основное, чтобы не протекал бетон, их заливают водой и проверяют. За мной находится корпус понтона. Его готовность 85%. Данные конструкции прошли все стадии. Значит, у нас была заготовка арматуры, сборка армокаркасов, секции бетонирования и насечка кромок. Вот такая вот у нас красота. За год делают 9 понтонов. Это 3 причала. По 3 причала каждый. Что касается импортозамещения, здесь ничего не поменялось, потому что изначально все было сделано в России. Например, краска для металлоконструкции здесь такая же, как со времен Советского Союза ЭП-9304. За мной находится готовый понтон для выкатки. Выкачивать его будут буквально для того, чтобы освобождать место на стапеле, чтобы собирать следующие понтоны. На улице будут еще прокладывать кабель, устанавливать отбойное устройство, прокладка электрооборудования. Также, когда спустят на воду, на воду спуск боковой, будут устанавливать мачты со светом, который мы, кстати, видели, как собирают. Понтон прослужит более 50 лет, если его никак не деформировать. Никаких церемоний, закладки, спуска на воду у понтончика, у бедного нет. Все очень скучно. Просто приедут военные, заберут молча. Мы с вами посмотрели всю хронологию сбора понтонных устройств. На самом деле, очень интересно, весело, но без спусков, что печально. Что хочу сказать, док будет не из бетона, но металлический. В целом, завод очень много строил таких доков, поэтому для него этот процесс понятен. Что касается понтонов, я спросила, не думал ли кто-нибудь устанавливать на них моторчики. Говорят, что была идея где-то в 30-х годах, но не прошло дело к тому, что они очень мощные за счет того, что это бетон. А один такой весит порядка 300 тонн. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ваша Виктория Корабеловна. Всем хорошего дня! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!